Победителем в весовой категории до 81 килограмма для кого-то сенсационно, а для кого-то вовсе нет, стал представитель Кореи Ли Юн Хван. Ему всего лишь 20 лет, и это всего лишь вторые соревнования для него под эгидой федерации дзюдо международной и под названием «Большой шлем». На первой своей карьере в таких соревнованиях он занял первое место на Тбилисском «Большом шлеме» в финале, победив Григлашфили Тату. Ну а в этот день в Улан-Баторе Ли просто не оставил камня на камне от всех своих оппонентов, и в том числе от олимпийского чемпиона Нагаса Токонори. Ну а сейчас первый раунд против представителя с фамилией Ребахи. И, как видите, вот таким иконом он его побеждает и проходит во второй раунд против Владимира Залоева из Кыргызстана и действующего чемпиона Азии. И хочу сказать, что очень интересную борьбу показывает кореец, очень неординарную, и на самом деле даже олимпийский чемпион Нагаса Токонори не смог устоять от его Сио и Наги. И вот как в этом эпизоде броском как раз-таки через спину с колен корейский дзюдои зарабатывает в Азаре, и уже впереди он находится. И здесь снова выходил на спину. Что вам хочу сказать, буду болеть дальше за этот 20-летнего дзюдоиста, очень он мне нравится. Ну а вот таким вот иконом он просто не оставляет шансов за Лоеву и переходит в четвертьфинал. Прекрасный бросок, дроп Сио и Наги, либо Морото Сио и Наги, можете назвать, как хотите. Ну и вот он, четвертьфинал против олимпийского чемпиона, действующего против чемпиона мира, чемпиона Японии, Нагаса Токонори. И казалось бы, Нагаса Токонори с таким послужным списком против такого молодого дзюдоиста, который только на вторых соревнованиях в своей карьере борется, такого уровня. Ну кто победит, кто будет фаворитом? Ну, логично же, что должен был быть им именно японец, но нет, вы посмотрите на эту борьбу, на эту конкуренцию, которую смог навязать корейский дзюдоист. Это заслуживает уважения. И вот она спина его, которая не оставляет шансов даже дзюдоисту с золотой нашивкой на своей спине. Прекрасное исполнение спины, но, как вы знаете, корейцы, они короли в данной технике. И полуфинал против Фрэнк Девита из Нидерландов. И, как вы можете видеть, заходил на спину, на свою коронную спину уже кореец. Затем переход на армбар без оценок было в этом эпизоде. И здесь получилось бросить... Хотел зайти на спину, потом перейти на коучи, но не получилось у Ли это сделать. И здесь вот бросок бычком хотел провести Кату Гуруму. Очень интересная схватка была. Импонирует оба дзюдоиста, мне Фрэнк Дэвид и кореец. И вот здесь очень близок был к оценке. На самом деле нидерландец, но не получилось ее заработать здесь. И вот здесь проиграл захват. Корея, сказалось бы, все. Но из этого положения он зарабатывает в Азаре. И это заслуживает уважения. И, возможно, даже Япон там был, но дал в Азаре судья. Ну и в следующем же эпизоде тоже проигрывает захват, но выходит из него победителем, потому что проконтролировал, заработал второй в Азаре. И выходит в финал. Финал был против Шамиля Борчашвили, который представляет Австрию. Бронзовый призер Олимпийских игр. Коронная техника Борчашвили. Это Ката Гурума, мельница, бычок. И, судя по всему, это знал кореец. И вот здесь красивая комбинация. Раздернул на подсечке, затем попытался исполнить Ката Гуруму. Ли Юнхван. И вот здесь просто мощно. Он просто уничтожает своих оппонентов этим Суэнаги. Просто не оставляет камня на камне, как я ранее говорил. В этом эпизоде он заработал в Азаре. И вот здесь снова Ката Гурума. Что я хочу сказать. В одном Азаре ведет этот дзюдоист. И мне кажется, что это будущая звезда данной категории. Будущий номер один Кореи. Очень интересное дзюдо он показывает. И те дзюдоисты, которых он побеждал на своем пути уже за эти два соревнования. Это не шутки. И Ли Юнхван из Кореи стал чемпионом данной категории. И мы его с этим поздравляем. Категория в 21 килограмм категории. И в blue дзюдо в бисер, коврит, коврит, ль Юнхван. Продолжение следует...